В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Владимир Путин постарается помочь решить вопрос с проблемными дорогами в Рязани, а городские власти проверяют ремонт ям на улицах города. Студенты потушили возгорание сухой травы в области, а спасатели продолжают рассказывать об осторожном обращении с огнем. В Рязанском детском саду работает робот-воспитатель и про народные названия известных рязанских мест расскажем в завершении программы. Вопросом рязанских дорог пообещал заняться президент страны. Одна из участниц медиафорума Общероссийского народного фронта в Петербурге пожаловалась президенту на крайне плохое состояние рязанских дорог. Владимир Путин пообещал, что будет проведен анализ того, сколько денег тратится на поддержание дорожной сети внутри города и сколько стоит каждый метр дорожного полотна. 7 апреля в Санкт-Петербурге прошел медиафорум Общероссийского народного фронта, участие в котором принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Вопрос от Рязанской области смогла задать журналистка Дарья Капосова. Вопрос состоял из двух частей. Первый касался затертой до дыр темы о состоянии дорог. Второй застройки села Константинова. Президент не оставил вопросы без внимания. Со второй частью вашего вопроса нужно посмотреть, не знаю, что сейчас там происходит. Давайте, давайте данные обязательно посмотрим. И если это требует вмешательства с федерального уровня, мы и это сделаем. Потому что есть вещи, которые представляют общенациональный, а не региональный интерес. В том числе и памяти о таких людях, как Есенин, как Константинова. А вот первая часть вопроса относится к чисто региональной проблематике. Потому что дорожная сеть внутри населенных пунктов и областных центров это исключительная компетенция региона Российской Федерации. Давайте посмотрим, мы посмотрим вместе с губернатором. Я с удовольствием, с удовольствием буду, постараюсь вам помочь. С удовольствием. Наша съемочная группа решила узнать у рязанцев, какой вопрос хотели бы задать они Владимиру Владимировичу, появись у них такая возможность. Скажите, если бы у вас была возможность задать нашему президенту один простой вопрос, что бы вы у него спросили? Я спросила, что бы мне крышу отремонтировали. Когда пенсионер им прибавят. Ой, когда повысит пособие детское. Может, я ему пожелала бы терпения и здоровья. Не знаю, да. Терпения я бы ему пожелал в его непростом деле. Через неделю у всех жителей страны будет возможность задать свой вопрос президенту. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 апреля в 12 часов дня по московскому времени. Представители городской власти тоже по-прежнему обеспокоены качеством ремонта асфальтовых ям. В конце недели сотрудники городской администрации вышли в рейд, чтобы проверить несколько рязанских улиц. Об итогах проверках в следующем материале. Представители администрации выехали в рейд по точкам, где проводится ремонт дорожного полотна. В осмотре также приняли участие подрядчик и руководители рязанского сообщества автомобилистов. Рейд проходил на улицах Островского и Халтурина. Сейчас у нас работает 8 подрядных организаций. Они распределены у нас по всему городу. Одновременно во всем городе работает порядка 20 дорожных бригад. На нескольких улицах одновременно они выполняют работу. Ежедневно выполняется около 1000 квадратных метров ямочного ремонта. Это нам позволит в течение двух недель привести городские дороги в нормативное состояние. Основные работы по ремонту дорог планируется завершить к 20 апреля. Сейчас управление благоустройства ведет мониторинг гарантийных дорог. Именно на этом участке на улице Островского ремонт проводит компания «Трансгрупп Логистик». Все работы мы стараемся выполнять в срок и согласно с ГОСТов, которые есть. Рязанские автомобилисты теперь и сами имеют возможность повлиять на качество городских дорог. Фото и видео разбитого полотна и некачественного ремонта дорог водители скидывают в автомобильную группу ВКонтакте. Ну а руководство группы докладывает об обстановке напрямую рязанскому мэру. Мы столкнулись с проблемой отсутствия обратной связи от автомобилистов к должностным лицам, принимающим ключевые решения в этих вопросах. Все мы прекрасно понимаем, что работу на дорогах выполняют подрядчики и не всегда хорошо. Не всегда так, как нужно это делать. Надеюсь, что вот эта система, которая была создана, вот это движение, оно принесет положительный результат. Для рязанских спасателей весна – это настоящий вызов природы. Как не попасть из паводка в огонь? Ежедневно демонстрируют своими действиями региональные МЧСники. 1 апреля в регионе не в шутку стартовал пожароопасный сезон. В связи с этим огнеборцы региона перешли в повышенный режим готовности. Но, как известно, легче предотвратить проблему, чем с ней бороться. И кроме ликвидации возгорания, представителям региональной спасательной службы приходится постоянно напоминать простые правила осторожного обращения с огнем, которые знакомы каждому школьнику, но, к сожалению, не всем взрослым. Для недопущения палов травы используют нестандартные методы профилактической работы. Так, пожарный расчет с работающими сиренами проехал по улицам поселка Борки. По громкоговорящей связи жители предупредили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, осторожного обращения с огнем, а также о действиях в случае возникновения пожара. Наступил пожароопасный сезон. С этой целью проведена подготовка сил и средств территориальных и функциональных подсистем на территории Рязанской области. Начальник МЧС подчеркнул, что в 2016 году на территории региона уже зарегистрированы случаи возгорания сухой травы. Основные причины загорания – разжигание костров без соблюдения правил безопасности, детская шалость, выброшенная тлеющая спичка или сигаретный окурок – все это является неосторожным обращением с огнем. Ужесточились требования у нас с 2015 года и постановлением правительства Российской Федерации введен полный запрет на сжигание стерни, палов, сухой травы. Напомним, за поджигание травы предусмотрена административная ответственность. В прошлом году в Рязанской области за подобные правонарушения оштрафованы 120 лиц. Не обязательно быть сотрудником МЧС, чтобы проявлять смелость и характер. Двое юношей помогли пожарным спасти Рязанское село от огня. Они отважно потушили возгорание травы в Рязанском населенном пункте Агропустынь. Студенты боролись с пламенем в течение нескольких часов. Неконтролируемый пал травы в весенний период является настоящей бедой для Рязанской области. Вечером 6 апреля поступило сообщение о загорании травы вблизи села Агропустынь. В пойме к огнеборцам присоединились неравнодушные люди, в том числе двое юношей Сергей Конышев и Артем Губарев. Проезжали мимо, увидели пожарный автомобиль проехал. Но потом посмотрели, горит что-то. Решили посмотреть проект. Приехали, посмотрели. Уже на месте молодые люди предложили свою помощь и сразу же получили хлопушки, которыми в течение нескольких часов вместе с пожарными тушили сухую полевую траву. Кстати, в тушении горящей травы принял участие Сергей Филиппов, начальник регионального управления МЧС. В 20 часов я принял решение выдвинуться на место, потому что были большие, как вы здесь наблюдаете, объемы. Выдвинулся на место с водителем и здесь уже работала наша полянская пожарная часть. Но двумя автомобилями, конечно, быстро потушить не удается, потому что и ветер, и сухая трава идет распространение. Руководитель управления пообещал поощрить молодых добровольцев. Планируется также наказать недобросовестных владельцев территории, которые не следят за землей и не участвовали в тушении. Мы с другом, если мы вдвоем, мы всегда попадаем в какие-то ситуации. Ну вот в том году мы тоже тушили, прямо возле наших домов, там поле горело, мы тоже помогали. Ну то есть, грубо говоря, свои же дома отстаивали. Ну да. Поэтому это не первый раз тоже. Позднее оказалось, что с начальником регионального управления МЧС Сергей Конышев уже видел все утром. Юноша обучается в колледже имени Комарова и утром того же дня участвовал в показном учении во время проведения выездного совещания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности при правительстве Рязанской области. На учении молодой человек был в группе, которая тушила учебный пожар. Вот и попрактиковался на реальном. Как не надо делать селфи или на что нужно обратить внимание родителям? Жертв подобных фотосессий становится все больше. А по данным некоторых информационных порталов, Россия вообще занимает второе место в мире по числу смертей при попытке сделать селфи. В прошлом году семеро россиян стали жертвами необдуманных идей для так называемой «себяшки». Из-за роста числа таких трагедий МВД даже публиковало на своем сайте памятку о том, как делать безопасный самострел. Тем не менее, молодые люди продолжают забираться на крыши домов и поездов, откуда они срываются, либо выгибают от удара током. Селфи на краю крыши или железнодорожного моста. Сделать опасную фотографию в недоступном для обычного человека месте, разместить на странице в социальной сети, набрать большое количество лайков и завоевать признание сверстников. Погоня подростков за экстремальными фото и видео набирает обороты в том числе в Рязанской области. И все чаще становятся причиной для беспокойства, в том числе правоохранительных органов. Видео, на котором запечатлена опасная прогулка подростков по крыше многоэтажного дома, появилось на видеохостинге YouTube в субботу, 2 апреля. Молодые люди гуляют по кромке крыши, садятся на ее край, свешивают ноги и снимают все это на видеокамеру. Уже удалось выяснить, что действие происходит в городе Новомичуринске на проспекте Смирнягина, на крыше дома номер 23. И хотя герои стараются закрывать лица, идентифицировать их уже удалось. Поисками смельчаков занимались полицейские с ребятами и их родителями. Теперь проведут разъяснительные беседы. В Рязани такие случаи редкости. В основном люди узнают о них из интернета. В прошлом году сети облетели фотографии подростков, игравших в футбол на крыше. Тогда полицейские установили всех ребят, сообщили их родителям о случившемся и привели с ними профилактические беседы. И с детьми, и с родителями. Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео подростков на крыше. Полицейские установят личности любителей куража и обязательно сообщат об этом их родителям. Подростков и родителей также ожидают визит в полицию. Стоит отметить, что в вопросах профилактики этих опасных поступков, помимо педагогов и родителей, участвуют и полицейские. Стражи порядка проводят встречи с ребятами и интересные, ориентированные на молодежь акции. К примеру, безопасные селфи. Эта видеосъемка, к счастью, закончилась без происшествий. Между тем, нередки несчастные случаи, в которых ведет охота за удачным кадром. Еще не забыта история рыбновского выпускника, сорвавшегося с железнодорожного моста. Для подростков важны две вещи. Это как свобода и еще то, чтобы их признавали. Признавали другие люди, родители в том числе, другие подростки. И когда они собираются на высокие здания, делают какие-то опасные вещи, фотографируются, это дает им такую некую гарантию, что другие люди, подростки в том числе, и другие их друзья оценят их, скажут, что они действительно молодцы, крутые. И это поднимает их какую-то самооценность, их самооценку. Проблемы открытого доступа к крышам действительно существуют в Рязани. За этим вопросом должны следить управляющие организации. В правилах по эксплуатации жилого фонда четко обозначено, что следить за закрытием подвальных помещений, технических этажей и чердаков должны управляющие компании. О ветеранах Великой Отечественной войны принято много говорить в преддверии 9 мая. Но не для участников волонтерского движения, которое символично называется «Огонь живых сердец». Та помощь, которую ребята оказывают пожилым людям, для каждого из нас, по идее, должна быть регулярным делом. Но на деле мы показываем их по телевидению и думаем, что они совершают нечто героическое, когда молодые люди всего лишь проявляют заботу о тех, кто когда-то подарил нам жизнь. Клавдия Иванова, ветеран Великой Отечественной войны, разменяла уже девятый десяток. Детей у нее нет, муж недавно умер, а здоровье не позволяет выходить за пределы квартиры. Если бы не помощь ребят волонтерского движения «Огонь живых сердец», некому было бы покупать ей продукты и лекарства, готовить еду, убирать квартиру. Что скажут, то все сделают. Все сделают. Прямо, я не знаю, есть такой вот Леша, он все делает, он все, тут чистоту, и окна был, и балкон был, и ну все, 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 все. Удивительно, что в квартире Клавдии Ивановны мы увидели только мальчишек. Помимо мужской работы, починить кран, повесить полку, отремонтировать сломанный стул, они и готовят, и убирают, и самое главное, дарят ветеранам внимание, заботу и общение. Я осознаю, что эти люди, у них помочь некому. Если не будет таких людей, как мы, то кто еще там? Общаясь с ветеранами, людьми, которые пережили столько решений в своей молодости, понимая, что ты можешь гораздо больше сейчас в таких условиях, гораздо более легких, можешь больше добиться, можешь совершить какие-то свои личные победы. Конечно, без женской руки их руководителей, Юлии Гавердовской, ребята не обошлись бы. Она и сама принимает самое активное участие в деятельности отряда и координирует работу ребят, направляя советом и вдохновляя примером. Ребята делают все на самом деле. То есть, от необходимой помощи по дому, купить продукты, что-то приготовить, убрать, до получения медали. То есть, нам доверяют такие важные моменты жизненные. И люди, к которым мы ходим, наши, они как родные нам, потому что они нас домой пускают, мы их с праздниками поздравляем, они не боятся нас пускать, несмотря на то, что много мошенников, много обманывают. Ну, за много лет, получается, уже седьмой год, мы уже с ними подружились, и они нас считают своими. Волонтерское движение «Огонь живых сердец» было организовано в Рязанском дворце молодежи около семи лет назад, в апреле 2009 года. Инициатором создания этого движения стал Николай Плетнев, ну а возглавила его Юлия Гавердовская. Сегодня в составе отряда порядка 20 волонтеров. В основном это студенты Рязанского медицинского университета. Два-три раза в неделю они навещают ветеранов, которых на сегодняшний день осталось всего лишь 16 человек. Каждый год кто-то из них уходит из жизни. И своей задачей эти ребята видят не просто помощь, но и простое человеческое участие в жизни тех, кто рисковал своей жизнью ради нашего будущего. За неделю в Рязанской области подешевели картофель и лук, а гречка и пшено подорожали. По данным Рязанстата в регионе отмечено снижение цен на картофель, лук репчатый, муку, подсолнечное масло, а также яблоки и мороженую рыбу. При этом зафиксировано повышение цены на пшено, гречку и молоко. По таким позициям, как сахар, вермишель, куры, яйцо, морковь, рис, масло сливочное, говядина, свинина, баранина, чай, соль и хлеб ржаной, цена увеличилась незначительно или осталась почти без изменения. Будущее уже здесь, в Рязани, в детском саду, работает самый настоящий робот. Благодаря нему родители могут наблюдать за деятельностью своих детей, не покидая рабочего места в режиме онлайн. Какие еще функции выполняет необычный воспитатель в материале Ирины Ковалевой? Вчера нам казалось это фантастика, а уже сегодня наши дети знакомятся с роботами не на страницах литературных произведений, а в стенах детского сада. Робот Ярослав приветствует телекомпанию города. И мы приветствуем тебя. Робот Ярослав уже стал членом большой дружной семьи детского сада номер 30. Он не только участвует в образовательном процессе, но еще и дарит детям и взрослым положительные эмоции. Чмок. Чмок. Ярослав живет в детском саду уже целый год, в общем-то, с момента его открытия. Изначально планировалось, что робот будет выступать только в качестве веб-камеры, благодаря которой родители смогут наблюдать за успехами своих детей на занятиях. Однако живая реакция ребят на Ярослава, желание с ним общаться, изменило его изначальное предназначение. Сегодня робот используется как дидактическая игрушка, которая помогает детям раскрепоститься, а педагогам грамотно строить работу с малышами. По сути, на занятиях Ярослав играет роль второго педагога. Если под группу детей приходит, педагог иногда не успевает охватить всех детей сразу. И здесь как раз приходит на помощь вот этот робот. Потому как за одними детьми наблюдает непосредственно сам педагог, а за вторыми именно с помощью робота наблюдает второй педагог. Во время занятий Ярослав задает ребятам вопрос, объясняет правила дорожного движения, оценивает правильность выполнения заданий и не только. А мне хочется потанцевать, давайте потанцуем. Будем танцевать, Ярослав, ребята? Нет музыки и страстать на свете чудесней, и нам еще надо так много успеть. Обычные музыки становятся песней, которую может с тобой. Ростров очень хороший и добрый. Мне он нравится, и он очень красиво разговаривает. И он еще мне нравится, как он движется. Ребята понимают, что перед ними робот, однако относятся к Ярославу как к живому, разумному существу. Им не вдомек, что в кабинете по соседству опытный педагог управляет их лучшим другом с помощью компьютера. А все, что делается на занятиях, записывается на камеру и выкладывается на сайт детского сада. Родитель может посмотреть, как педагог задает вопросы детям, как правильно строится фраза, чтобы дома, когда они занимаются уже самостоятельно, родитель мог это сделать правильно. Однако педагоги отмечают, что роботы никогда не смогут заменить живого общения, ведь ласку и любовь, которые так необходимы детям, машины, к сожалению или счастью, дарить не способны. Народные названия и прозвища известных рязанцам мест в городе. По некоторым коротким названиям жители города даже быстрее ориентируются, чем по названию улиц или точного адреса. Давно к ним привыкнув, мы порой не замечаем красоты или особенности зданий, расположенных на улицах, по которым ежедневно проходим или проезжаем. Между тем, краевед Игорь Канаев уже много лет собирает народные названия зданий, которые так или иначе выделяются среди типовых многоэтажек. Знакомилась с их неофициальными именами рязанских домов Марина Комиссарова. На углу улицы Пожалостина и Первомайского проспекта располагается первый в Рязани высотный жилой дом с пятым этажом в виде башенки. Он построен в 1929 году по проекту архитектора Сошкина. Тогда он был окрашен в черные и оранжевые тона, что придавало дому сходство с хищной птицей. К тому же в 1941-1943 годах на крыше этого высотного здания располагался командный пункт зенитной батареи. Об этом сейчас напоминает мемориальная доска на фасаде здания. Сейчас мало кто вспоминает о схожести этого здания с хищной птицей. Но Игорь Николаевич Канаев, известный рязанский крывет, считает, что такие имена могут стать дополнительной особенностью нашего города. Крывет собирает народные названия зданий уже много лет. И за это время у него набралось порядочное количество таких объектов в разных частях города. За последние лет 20-30, когда оригинальных домов стало много в Рязани, таких необычной архитектуры, они вот как грибы растут. У каждого почти необычного дома есть прозвище свое. Два рояля, три поросенка, чертов палец, бегуди, которые мы здесь видим, вилочка, которая строится на месте огромной кинофабрики. И так по разным частям города, сейчас особенно высотные, такие башенного типа дома, получают не только имена по той строительной фирме, которая так хочет их назвать, а мне гораздо важнее народные названия, как люди их обзывают. Два рояля гордо возвышаются на улице Маяковского. Они же два сапога пара. Украинские свечки – самые высокие на настоящий момент. В Рязани 25-этажные жилые комплексы, которые застройщики назвали именами литераторов – Шевченко и Гоголя. Дом-комод на углу пожалостенной свободы получил такое название за балкончики, напоминающие ручки ящиков. А вот дом-бегемот утратил свой вид, и теперь мало напоминает былые очертания. Ранее именно так называли дом-быто, ныне торговый центр. Если вот так по старому городу особенно пройти, то много оригинальных домов таких уже получили народные прозвища. Где-то они широко известны, где-то известны только узкому кругу жителей местных, но потом, может быть, их судьба может сложиться так, что и весь город их будет знать. Так же, как произошло с домом-комода, который знал все население довоенной и послевоенной Рязани. Время настало издать такой буклетик, где не только обозначить эти дома, сфотографировать их и написать их название народное, но и попытаться объяснить почему. Потому что у некоторых домов есть два или три объяснения. То есть есть четко. Дом-комод – это уже только похожий на комод. У остальных же домов есть и по два, и по три варианта объяснений. Вот такие варианты, возможно, человек откроет книжечку и покажется ему наш город не такой же серый и пыльный, особенно по окраинам, а город, разбавленный такими домами с народными прозвищами. В наших силах среди типовых серых зданий замечать необычные – с историей или без. Те, которые отличаются от соседей и делают облик города особенным. Видеть красоту в, казалось бы, привычном и обычном. В этом тоже заключается любовь к городу, в котором мы живем. Компания «Видикон» вновь организовала конкурс. На этот раз весна диктует свои правила. Ну а что можно назвать самым главным предвестником теплого сезона? Само собой, возвращение в родные края пернатых. О том, чем «Видикон» на этот раз порадовал рязанцев, расскажет мой коллега Роман Дворецков. Весной большинство птиц возвращаются из теплых южных стран обратно домой. Кроме того, на прошлой неделе отмечался Международный день птиц. В связи с этим компания «Видикон» совместно с познавательным каналом «Виасад Нейча» провела экологический праздник, посвященный празднику пернатых. Сегодня мы планируем сборку скворечников, раскрашивание их и развешивание по парку. Надеюсь, что эта акция поможет нашим пернатым друзьям при выживании в трудный для них сезон и выведению птенцов. Целью этой акции является пропаганда природоохранных и орнитологических знаний среди учащихся, воспитание бережного отношения к природе. В программе праздника были предусмотрены мастер-классы по изготовлению скворечников, веселые конкурсы на открытом воздухе и познавательные викторины. Также мероприятие посетил начальник управления по надзору и охране животного мира Министерства природопользования и экологии Рязанской области Сергей Кральков. Очень отрадно, что сегодня собираются дети. Спасибо организаторам, что они обращают на это внимание. Вот эти праздники, кроме того, что и практически в странах устанавливаются какие-то кормушки, устанавливаются скворечники, но самое главное, что обращается внимание на проблему сохранения птиц. Это серьезная проблема в наше время. И вот это движение, которое в свое время было забыто, сейчас она опять набирает силу, развивается. Будем надеяться, что это зачатки. И в дальнейшем, может, ребята, которые сегодня здесь присутствуют, они вырастут и свяжут свою жизнь профессионально уже с охраной природы, в том числе с производством птиц. Во время праздника было разыграно множество призов и подарков, среди которых был специальный приз – домашняя лаборатория «Юный химик» за лучшую кормушку для птиц, сделанную своими руками. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова